Добрый день, братья и сестры. Наступило время очередного прямого эфира нашего встречи. Есть достаточно вопросов с Божьей помощью. Пускаемся в путь. Виктор пишет Евангелие. Псалтирь, приятно ложатся на сердце, заменяя утренние и вечерние молитвы ими. Не делаю ли я ошибки? По моему мнению, уважаемый Виктор, вы ошибку не делаете. Наоборот, поступаете правильно, поскольку одни и те же тексты не всегда могут соответствовать вашему духовному настрою, веру и помилу имя Божие. По утрам, скажем, она может быть всегда прочитана, потому что она безотносительно к состоянию. А вот все остальное, да, Евангелие, есть дефицит чтения священных текстов. Скажем так, людей, читающих утренние и вечерние молитвы, гораздо больше, чем люди, чем читающие Псалтирии и Евангелие. Читать и то, и то не у всех получается по причине ежедневной загрузки. Но если взвешивать по степени важности и влияния на душу, и Евангелие, и псалмопение, то они несопоставимо выше всех остальных молитвословий. Поэтому не вижу здесь ничего плохого. Евангелие вполне заменяет все. Оно вообще есть все. Само Евангелие есть все. Ему даже и заменять ничего с собой не приходится, ибо оно само есть все. И Псалтирия – это тоже все. По богатству содержания и по глубине охвата всей человеческой жизни во всех ее состояниях, от очень скорбных до очень восторженных Псалтирия – это просто нотная грамота от начинающего музыканта до последнего виртуоза. То есть поэтому молитвы, которые вы читаете, они никуда от вас не ушли. Они остались с вами, и то, что в них есть, отвечающее вашему желанию, может быть вашей молитвой всегда. Например, 24 молитвы Яна Златоуста на каждый час дня и ночи. «Господи, в покаянии, прими меня, Господи, не остави меня», и так далее. Это, в общем-то, молитва не обязательно приуроченная к утру или вечеру. Этим можно пользоваться и в течение дня, если знаешь, что наизусть. Или, допустим, мне очень нравится песня Божьей Матери «Воспеваю благодать твоей владычицы». Ее можно, если ее запомнить со временем, ее можно просто иметь в уме, хранить с собой и петь, читать, в уме или шепотом везде, где к этому есть удобное время. Поэтому утренние и вечерние молитвы, они не есть просто утренние и просто вечерние. Большая из них часть, они вообще вне контекстные, вне времени. Там есть только для утра и только для вечера. Но вообще-то они больше, чем это. А Евангелие и Псалтирь – это самая востребованная пища для ума и души верующего человека. Поэтому я думаю, что все в порядке. Правильно ли заниматься полезной деятельностью некой, если единственная мотивация ею заниматься – это тщеславие. Алексей пишет, ну, во-первых, я не знаю, конечно, что за это полезная деятельность. Это благотворительность, например, или что это может быть такое полезное действительно. Уборка какой-нибудь территории, или высадка деревьев, там что-то, ну, много есть полезных разных дел. Но если вы говорите, что деятельность это рождает, то есть мотивируется только тщеславием, то это означает, что денег вы за ней не получаете. То есть вы в чистом виде волонтер. Если это действительно полезное дело, которое совершается вами бесплатно, и при этом вы чувствуете, что вы тщеславитесь от этого, то продолжайте этим заниматься. Почему? Потому что если дело действительно доброе, здесь мы это все под вопросом вставляем, ибо мы не знаем, о чем идет речь. Дело действительно доброе. Например, вы посещаете беспомощных стариков, одиноких, в группе других волонтеров с тем, чтобы принести продукты, лекарства, убрать дома, там что-нибудь еще сделать. Это очень хорошее дело. Но вы при этом тщеславитесь этим, допустим. Продолжайте этим заниматься, ибо тщеславие рано или поздно уходит, а плод от добрых дел остается. Очень долго тщеславиться ничем не получается. Вот, например, люди идут в актеры. Ведь не для того, чтобы играть колобка в Костромском театре детского юного зрителя. Люди идут в актеры, для того, чтобы мечтать покорить сцену, получить всяких там Оскаров, разных там медведей, разных берлинских, и так далее. И зазвездиться, так сказать, на всю вселенную. Но актерская профессия в главном образе мотивируется тщеславием. Но если человек действительно обладает великим талантом, то рано или поздно он скажет, что все награды – это ерунда. Правда, как говорил Лоренц Оливье, говорил, что все награды актера – это полная чепуха, тогда, когда они уже есть. Пока их нет, к ним стремятся. Но я к тому, что даже в таких супер тщеславных профессиях, как экранная деятельность или эстрадная деятельность, люди устают от тщеславия. Оно не может греть человека долго. А если какая-нибудь польза сделана, то польза остается. Ну, условно говоря, какие-нибудь бессмертные роли Смуктуновского, ну, тот же Гамлет у Козинцева, там, тщеславился или не тщеславился, когда получал призы за это и похвалы за эту роль Иннокентия, Царство Небесное, Смуктуновского. А оно осталось, и оно работает. То есть, если ты делаешь что-либо пополам с грехом, ну, это хорошее дело. Продолжай делать. Потому что грех так или иначе отшелушится, а доброе останется. И если у тебя нет хорошего хлеба, чтобы насытиться в день голода, а есть только хлеб там с отрубями, там, или какой-нибудь хлеб черствый, то ешь хлеб черствый, ешь хлеб с отрубями, ибо это то, что Бог послал, другого нету пока что. Так и здесь. Общее правило таково. Чистого добра человек делать не может. Человеческому добру примешиваются чуждые элементы в виде самохвальства, тщеславия, ожидания награды, ожидания похвалы, надежды на будущую похвалу и так далее, и так далее. То есть, чистое такое, радикально чистое добро, добро ради добра, его у людей вообще нету. Это нужно понимать. Ну, если есть, то процентная доля очень невелика. Как чистый кислород, он в воздухе отсутствует, мы дышим газовой смесью разных газов. Поэтому что ж нам теперь, вообще ничего не делать, что ли? Ну, и художники тщеславные, и ученые тщеславные, и политики гордые, там, значит, все, как любой человек, а деятельность все равно необходимая. Ну, там, электрику трудно гордиться, там, или дальнобойщику трудно тщеславиться. Это правда. Чем проще профессия, тем меньше тщеславие. Это серьезно, да. Но, повторяю, грех отшелушиться, как грязь от сапог, высохнет и отвалится. А то, что вы делаете, если то, что вы делаете, это добро, действительно. Потому что я не знаю, чем вы занимаетесь. Вот. Если по-настоящему хорошим делом, делайте, несмотря на то, что вы тщеславный и пока еще человек. Будем надеяться, что потом тщеславие уйдет. Всякий, пребывающий в нем, то есть в Иисусе, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Иоанна 2,6. Это первое соборное послание. Как понять слова апостола? Если человек верующий согрешает, он забывает о Господе. Или тут говорится о высочайших степенях веры. Ну да, то есть пребывающий в нем, это не просто верующий в него. Ну то есть, конечно, есть разница между верить в него и пребывать в нем. То есть тот, кто пребывает в нем, не согрешает. Да, это правда. Ну и Иоанн не мог менее радикально высказываться, потому что он высоко взлетел, он же как бы орлом символизируется. И он пребывал в нем, то есть он жил всецело в Иисусе. Иисус жил в нем. А согрешающий в данном случае это не человек, который там споткнулся на пути праведника. То есть там, скажем, вышел из себя и раздражился, например, или там ехал за рулем и ругнулся на какого-нибудь участника дорожного движения. Не об этом здесь, мне кажется, идет речь. Здесь всякий согрешающий не видел его и не познал его. Это удобно отнести к человеку, который грешит с удовольствием, грешит постоянно, ничего другого, кроме греха, не знает и не считает это грехом, считает, что норма. Вот, например, разговаривающий матом человек. То есть люди, которые не матюкаются матом, которые разговаривают матом, они иначе разговаривать не могут. Они, конечно, не познали Христа, они вообще не знают, кто это такой. Но они, может, теоретически знают, что Господь и Спаситель. Но, в общем-то, благодати Божией в них нет. И, наверное, никогда не было, потому что они бы понимали, что это не разговор, это бесовский лай. Что, значит, их черный рот изрыгает бесовскую лексику. То есть это согрешающий человек. Он по-другому жить и не хочет, и пока что не может. И вообще не считает, что есть другая жизнь, иная, отличная от него. Это согрешающий. То есть здесь мы можем... То есть Иоанн здесь поляризует, мне кажется, две совершенно несводимые категории людей. Те, кто пребывает в нем, то есть люди пребывают в Боге. Пребывающий в любви, в Боге пребывает. Там он весь в нем. То есть это редкие люди, которые такие, как Иоанн. И, в общем-то, его, может быть, ученики, ранние христиане. То есть они всецело отданы Богу. А с другой стороны, согрешающие, которые не видели его и не познали его. Которые, скажем, идут на идольские какие-нибудь праздники, полагают удовольствие в любодействии, обжорстве, какой-то там аргиостической пляски, какой-то, значит, и так далее. Они другой жизни не знают. Они не знают его. То есть, понимаете? А ваш вопрос как бы сбился в серединку в тех, которые, как бы, ну, вроде знают Бога, но, тем не менее, не перестают грешить. Как бы вот из-за этих двух крайних полюсов мы сошли в середину в этого среднего христианина, который, как бы, на одно колено хромлет. Нельзя сказать, что он неверующий. Нельзя такого сказать. Он верующий. Он отче наш прочитает и перекрестится, и праздник знает, и в церковь ходит, и бывал на исповеди. Все он, как бы, знает. Но нельзя сказать, что он пребывает в Боге, и что Бог в нем пребывает. Он так, значит, шаг вперед, два назад, там, или два вперед, шаг назад. Вот так он живет, как бы, так живет большинство людей, и, как бы, эта средняя масса христианского человечества не дает нам представления вообще о благодати и о Боге. Но эти люди также и не являются такими забубенными грешниками, такими упертыми служителями греха. Вовсе нет. Они вот именно те средние люди, о которых нам сказано, не суди. То есть, ты не знаешь, если захочешь их осудить, то вдруг окажется, что у этих людей есть какие-то тайные добродетели, которых ты не знаешь. И ты обломишься на них, потому что они гораздо лучше, чем тебе кажется. А если захочешь их похвалить, значит, такое, а может быть, вовсе и не так хороши они, как бы, кто его знает. Поэтому тебе, говорит, не знаешь, не лезь, как бы, не суди. Так что у Иоанна, ведь сам характер его благовествования, он радикальный. То есть, он не из гуще событий проповедует, а он, взлетев над событиями, проповедует. У него Евангелие такое, оно куда, обзорное такое, сверху. Поэтому, если все остальные апостолы, как бы, погружают нас в повседневность, там, евангельских событий, дают нам, так сказать, как бы, как бы, уличной камерой снимают евангельские события, то Иоанн дает нам топографическую карту евангельских событий, летит сверху. Но у него тоже есть такое, что если мы скажем, что мы греха не сотворили, что греха нет в нас, то мы лжем, да, то и истины нет в нас. То есть, он об этом говорит, что если мы согрешим, то имеем Иисуса Христа, праведника, ходатая, он есть очищение грехов наших, не только наших, но и всего мира. То есть, Иоанн признает, вполне признает, что человек имеет в себе это ядовитое семя тли, значит, греховное, и он борется с этим и имеет эту внутреннюю проблематику. Так что, даже Иоанн, у Иоанна нет таких, как бы, значит, чрезмерно радостных восторгов о человеке. Но при этом он наставит на то, что надо познать его и жить в нем, чтобы он жил в себе, ты в нем, и чтобы мы любили братьев наших и знали, что мы перешли от смерти в жизнь, потому что любим брата своего. А кто не любит брата своего, тот во тьме ходит. Эта тьма слепила ему глаза. Так что, вот, я думаю, что мы и так, значит, с вами ответим на этот вопрос, что в данном случае в силу характерной особенности благовествования Иоанна Богослова он повествует нам о двух полярных состояниях, из которых один – это пребывающий в Господе человек, которых весьма немало, а вторые – это просто незнающие его, просто живущие, как бы, значит, вот, ну вот, примеры можете сами найти. О них он идет. Мы же в жизни встречаемся больше всего с людьми среднего порядка, как бы, и не очень святыми, мягко говоря, как бы, но и не ужасно грешниками, мягко говоря, то есть вот такими. в силу этого нам тяжело смотреть вверх, там, где вот эти великие праведники, и нам неприятно смотреть туда, где живут те, кто вообще Бога не знает. Думаю, вот на этом мы поставим точку в этом вопросе. Десятимесячная дочь переболела ковидом, видя, как она мучается, сердце разрывалось от боли, и я молился спасителю о помощи, от отчаяния, и задавал вопросы Господу, за что такое испытание ребенку, почему болеют невинные дети, и как к этому относиться, и как это понимать. Дмитрий. Ну вот это то, что понимает человек, который имеет детей, дети же это страх постоянно, это переживание, тревога, и не меньше тревога, когда они выросли, чем когда они были маленькие, потому что маленькие дети это маленькие проблемы, большие дети это большие проблемы. Так что это спутник радости о детях, это тревога о них. Так что вам было дано помучиться сердцем вот в этой части жизни, видя страдания вашего не согрешившего ни в чем еще по малолетству ребенка, девочки вашей. Ну смотрите, когда мы когда мы видим, как болеют дети наши, мы не можем не думать о себе, правда? И вопрос, за что болеют они, как бы он отчасти риторический. Потому что ближайший ответ это как бы это мы, родители. И я вам даже скажу честно, что когда взрослый человек болеет, сам болеет, он гораздо меньше ассоциирует свои болезни со своими грехами и менее склонен к перемене своей жизни. Ну например, к покаянию такому, да, настоящему. Когда болеет сам. Ну болеем, там будем лечиться, там ляжем на операцию, попьем пилюльки, как бы. А о том, чтобы покаяться, у него бы мало желания. это видно прямо вот прямо сегодня. Нетрудно заметить. Когда болеют дети, люди готовы гораздо на большее. При виде больного своего ребенка человек, в принципе, готов на все. скажут, там скажут, я брошу курить, я брошу пить, я вообще буду треть зарплаты отдавать нуждающимся, я вообще там в среду и пятницу буду, вообще ничего не буду есть, кроме воды. Значит, во все дни жизни. Они готовы на любую сделку с Богом, если хотите, такой некий договор, такой обеты, на некие обеты и зароки. Я обещаю, то есть они именно при больных детях. Когда сам человек болеет, это происходит гораздо реже. не знаю, согласитесь, в основном или нет. Но видите, мы не рождаем бессмертных детей. Это страшная правда бросает нас в жар и холод. То в жар, то в холод. Будучи смертными, мы родились от смертных родителей и рождаем смертное потомство. Это правда. Это неприятная правда, но это правда. Поэтому нам нужно еще иметь прививку бессмертия в виде веры и благодати, знать о том, что есть другая жизнь, готовиться к ней, жить достойно этой будущей жизни. И это же сообщать своим детям, как лекарство бессмертия. Потому что вообще тот факт того, что мы смертны, а он проявляется именно в случае критического приближения к смертному краю, это вообще меняет все отношение к миру. еще вчера мы там веселились, мы думали пойти в цирк или на каток, или на мороженое, или купить это, или поехать туда, или примерить вот это. И вдруг приблизившаяся смерть превращает в абсурд всю нашу жизнь. Вы это поняли, вы это почувствовали. Это все чувствовали, просто все это забыли опять. А по-настоящему чувствуют это те, кто переживает, недавно пережил это все. Так что к вам, дорогой Дмитрий, приблизилась грозная правда жизни. И наверняка вы тоже должны были думать, не замоили грехи, совершается тот или тот. Например, так думало в Писании есть известнейший случай из жизни пророка Ильи, когда он во время голода трех с половиной годного над Израилем скрывался у некой женщины-язычницы Сира Феникиянки в Сарепте-Сидонской. Феникиянки, да, да. И эта женщина имела ребенка. Она с сыном своим жила, и у нее спрятался Илья. Бог кормил Илью и кормил вместе ради Ильи кормил и эту женщину. Там не оскудевало масло и мука в двух сосудах с едой. А потом у этой женщины заболел сын и умер. Илья воскресил его, но женщина, которая прекрасно знала, что Илья это какой-то особенный, совершенно непонятный, какой-то Божий человек, таких людей больше нет. Вот Илья такой в одном экземпляре. Она сказала ему очень такие горькие слова. Говорит, зачем ты пришел ко мне, Божий человек, чтобы напомнить мне о грехах моих и умертвить сына моего? То есть, когда у нее умер сын, уже поскольку она уже долго время была рядом с Ильей и знала, что это Божий человек, она сказала, что ты мне напомнил про грехи мои. То есть, у нее воскресли в душе при смерти сына и в близости к Илье. А близость к Илье это все равно, что близость к Господу Богу, ибо Бог был с Ильей. Она воскресила, подняла у нее из души эти скрытые, утонувшие, легшие на дно воспоминания прежней жизни. Она как бы воочию увидала свои прежние грехи и связала их с Ильей. Ты пришел, и вспомнил грехи свои и со смертью сына. Ты пришел и умер сын мой. Ты напомнил мне грехи и умертвил моего сына. Ну, не ты убил его, но в тебе столько Бога, ты настолько благодатен, что я вдруг увидела себя и умер сын мой. Такие слова сказала эта женщина. То есть, Илья воскресил, повторяю, сына. Она получила его живым. Это одно из удивительных чудес ветхой истории. Но вот там есть такой момент. Вдруг человек смотрит на больное дитё и вспоминает о своих грехах. И думает, не заменяли это всё. Не из-за того ли, того ли, того ли, того ли. Есть ещё набрать. Так что я вам ещё раз говорю, что когда болеют дети, люди каются больше и плачут сильнее и готовы меняться активнее и как бы более смело они готовы. Да, я больше не буду делать то, что я делал. Если человек знает прекрасно, вдруг совесть в нём ожила, и он видит, что нельзя этого больше делать, потому что из-за меня я могу лишиться самого дорогого. Кроме того, такие вопросы, какие вы здесь написали, за что такое испытание, почему болеют безвинные дети и так далее, эти вопросы постоянно терзали и терзают людей на земле и иногда самых лучших людей, например, Давида или Еремею или Иова. Поэтому ответы на эти вопросы есть. Может быть, не в такой академической максимальной полноте, но есть. Поэтому я рекомендую вам, если позволите, прочесть книгу Иова и внимательнейшим образом читать Псалтирии. Вы там найдёте свои вопросы. И, соответственно, там есть и ответы. Потому что это действительно мучает людей, этот вопрос. Почему происходит много такого, чего я не понимаю на самом деле? Почему погибают эти, а эти не погибают? Почему вот этому плохо, а этому хорошо? Хотя очевидно, что тот, которому плохо, ну как бы лучше, чем тот, которому хорошо. Ну и так далее. Эта мука для человеческого сердца существует. И рано или поздно такие вопросы, наверное, даже должен задать себе каждый человек. Потому что мир непонятен. И это хорошо. Потому что если бы был мир понятен, это было бы, вы не поверите, но это было бы ужасно нехорошо. Миром правит Бог, а не человек. И правит он так, что человеку непонятно, как же он правит этим миром. Человек кажется, неужели он устранился от мира и больше не переживает о нём. Нет, он не устранился никуда. Но правит так, что человеку остаётся много вопросов. Это хорошо. Вопросы – это хорошо. И покаяние – это хорошо. И хороша болезнь, когда она ушла. Потому что, когда болезнь пришла и ушла, тогда она оставляет после себя благодарность и желание жить осторожней, желание бережливее относиться к этому сокровищу жизни, каждый день проживать как подарок, не пропускать добрых дел, которые можно сделать, избегать грехов. это должно появиться у людей, когда болезнь пришла, напугала всех, а потом ушла. Потому что, если этого не происходит, тогда всё без толку. Тогда любые вразумительные наказания оказываются для человека не… ну, как бы… ну, без толку. Вразумляли, вразумляли, так никто ничего не понял. И как бы Господь говорит, а во что же вас бить ещё? То есть, всё, что я на вас наслал, это для того, чтобы вы образумились, а вы не образумились. Уже и бить-то некуда. Вот у Исаии об этом пишется. А во что вас ещё бить? Вся голова в ранах, всё тело исчахло. Все покрыты струбьями, да некуда мази приложить или елея, или перевязку сделать. То есть, вы все в ранах, как бы, а всё равно ничего не понимаете. То есть, как бы уже… я устал вас бить, а вы всё ещё ничего не поняли. Поэтому здесь есть очень много таких вот соответствующих вашим вопросам, этих поднятых в Библии проблем. Да хранит Бог вашу дочку, равно как и всех детей наших, но нам надо, взрослым надо меньше грешить, чтобы дети были здоровее. Это точно. И нужно молиться Богу живому, который начальник жизни и смерти, который в руках всё это. Ключи от смерти и ада у Христа. Чтобы Он миловал нас и не гневался на нас. Нужно иметь страх Божий, в конце концов. Нужно просто иметь Божий страх. Потому что всё очень тонко в жизни. Жизнь – тоненькая вещь. Она кажется толстой, пока всё не рвётся. А потом вдруг дынь, и всё, и в секунду всё может поменяться. Нужно иметь Божий страх. Желаю здоровья вашей дочери и крепкой веры вам, и чтобы беды наши, которые приходят время от времени к нам, чтобы они делали нас лучше. Можно ли класть под подушку Евангелия на время сна? Не является ли это суеверием или оккультизмом? Оккультизмом точно не является. Суеверием может являться, если вы это будете делать регулярно, как обязательство. Если вы, например, читали, читали, скажем, Евангелие, а потом положили под подушку и уснули, да в этом нет ничего страшного. Если вы вместо подушки будете иметь Евангелие, тоже ничего страшного не будет. Время от времени, ну, скажем, а если вы непременно, вот обязательно надо положить Евангелие под подушку. Ну, это будет какая-то дурость, конечно, будет, это какая-то глупость какая-то. Всё, в общем-то, можно, и ничего здесь такого грешного нет. Если это само собой вышло, случайно получилось, ничего такого, но превращать это в непременный обряд, это значит ку-ку, что-то не то. Думаю так. А так вообще, что плохого? Один мних имел много книг, спал на них и не знал, что в них. Есть такая присказка такая. Спать на книжках спать можно? Ну, монахи на книжках спят, некоторые на камне спят, как Яков спал, когда видел Лествицу Божию. Михаил пишет, нашёл где-то в сети, что есть Царство Божие и Царствие Небесное. Есть ли такое разграничение? Если да, то в чём разница? Такое разграничение вполне уместно, уважаемый Михаил, в том смысле, что Царство Небесное – это вот тот Иерусалим, город грядущий, о котором и Павел говорит, и Иоанн говорит, мать и всем нам, Небесный Иерусалим. Город золотой, под небом голубым есть город золотой, который, как невеста, украшенная для мужа своего, сойдёт во время она. Это скиния Бога с человеком, это Царство Небесное. Вот. В этом Царстве Небесном ныне обретаются близ Господа с ангелами Его души праведников. Об этом пишется в 12 главе послания к евреям, что вы приступили не к горящим огнём, но к горнему Сиону, к церкви первородных, к духам праведников, достигших совершенства. Это Царство Небесное. Как бы здесь указывается топография этого Царства в противоположность Земле. То есть это Царство не на Земле, оно за пределами земного бытия. А Царство Божие не имеет топографической привязки, потому что Бог царствует всем. И Бог всегда был Царём и есть Царём, и никогда Царём быть не перестанет. Он есть Царь Царствующих и Господь Господствующих. Поэтому Божиим Царством можно при желании назвать всю Вселенную за той исключительной частью, на которой совершается грех. Там, где грех творится сознательно, там люди или духи выходят из-под Божьего Царства, не желают ему подчиняться. А там, где нет греха, или, например, нет человека, например, вот эти все эти планеты. Но современные астрономы, там они вообще в шоке и трепете от того, насколько точными являются орбиты движения этих огромнейших небесных тел. Как эта вся эта каша, как бы, не слепилась в одну кучу до сих пор, как бы, насколько это всё гармонично, сложно и в то же время слаженно действует. То есть это Божье Царство. Вот. Или там любая красота, которую мы наблюдаем в видимой природе, это тоже, можно сказать, Божьим Царством. А когда ещё лучше человеку о Боге вспомнить, например, там, в очереди в магазине, например, вариант А, или Б, например, там, на океанском побережье. Но вариант Б предпочтительнее. Посмотришь на какую-то Божью красоту, ветер тебе лицо обдует, солнце за горизонт будет опускаться, как бы, волны будут биться, о берег, и ты скажешь, Господи, слава тебе. А вот в этом всём, как бы, Бога, как бы, не видно, как бы, и кажется, что тут нету Божьего Царства. Но есть у нас, у нас волосы посчитаны. Поэтому Бог и есть Царь. Если мы находимся в подчинении к Нему, Ему, и в услужении Ему, и творим волю Его, то мы уже, если хотите, переходим в разряд людей, принадлежащих Божьему Царству. Мы ещё не вошли в Небесное Царство, но уже на земле принадлежим Божьему Царству. Там, где творится правда и милость, там мы видим некие знаки приближающегося Царства Божьего. Допустим, в одном государстве, например, за кражу яблока сажают на 20 лет, или за кражу колосков с поля, а в другом за это не сажают вообще. Ясно, что одна из этих стран ближе к Царству Божьему, поскольку там более справедливые гуманные законы. Или в одном государстве удельное количество преступлений за год составляет цифру х, а в другом государстве х разделить на 25, например, 25 раз меньше преступлений. Значит, там люди живут как-то более человеколюбиво, сдержанно, и там, если покопаться, как бы, то есть мы приближаемся к Божьему Царству или удаляемся от Него именно по мере исполнения самых главных требований к человеку. То есть, что нужно человеку? Любить дела милосердия, вернее, поступать справедливо, пророк Михей пишет, да, поступать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом своим. Вот если это делается, то мы, как бы, очевидно видим, что люди живут по Божьему, это Божьи люди. А если кругом как бы творится грех, причем творится грех с удовольствием, то мы видим, что это какие-то не Божьи люди, это какие-то демоны. Так что Царство Божие может наступить везде, где Богу служат. В конце концов, о нем и сказано, что Царство Божие внутри вас есть. А Царство Небесное это уже локация определенная уже по отношению к Земле. Это не на Земле, это Небесное Царство, куда зайдет только чистый. Воротами зайдут в него все чистые, оправданные, все ходящие путем заповедей. А за пределами Царства, вне, будут, значит, псы, любодеи, делослужители, колдуны и всякие любящие, делающие неправду. то есть, это Царство Небесное. А Царство Божие это категория внутренне относящаяся к сердцу, а также все в мире, что подчиняется Господу. Это принадлежность к Его Царству. Ибо Он есть Царь, действительно. Царь Вели и по всей земле. Так как Псалтирь пишет, такой, Бог наш, значит, на небесе и на земле вся и лика в восхоте сотвори. Значит, Господь Царь Вели и по всей земле. «Придите, поклонимся и преподем Ему. Придите, восплачем пред Господом сотворшим нас». То есть, Он Царь. Об этом говорит все Писание. Я думаю, что мы с вами как-то более-менее разобрались в этом вопросе. Как Церковь относится к народному календарю? Там можно прочесть такие названия святых, как Агафья-Коровница, Леонтий-Огуречник и т.п. Язычество ли это, или просто народная культура и традиция? Алла. Вы знаете, что если бы мы жили с вами жизнью тех людей, которые составили подобные календари, то есть, мы бы жили на земле и целиком зависели от земли, то мы бы говорили тоже именно так. Мы бы знали, что если вот в такой-то день обильный дождь прошел, то ближайшая зима будет, допустим, снежная. И в Ласе был бы нас каким-нибудь коровником, а на Георгия мы бы там хлистали хворостиной скотину с целями того, чтобы она не болела. И выгоняли бы ее на первую кормежку на лужок. А Флор и Лавр были бы для нас защитниками домашних животных, а Зосимы, Савати, Соловецкие были бы у нас пчельниками, мы бы призывали бы их имя, когда выносили бы ульи на медонос и так далее. То есть мы бы просто были погружены в это. Действительно был бы Леонтий огуречник и Агафья коровница и кто-то был бы один. В общем, любого святого, если возьми, он вписан в некий сельскохозяйственный цикл или работ, или приготовления к работам, или погодных наблюдений, чтобы знать, когда в этом году будем пахать, когда будем сеять, какой урожай надеемся собрать. Это совершенно естественное явление. То есть здесь накладываются друг на друга два ритма жизни. Один это цикл обработки земли, получения урожая и цикл выживания в данных тебе климатических условиях. На него накладывают церковные календарь, они смешиваются и мы уже как бы живем одновременно в двух календарях слившихся. Календарь святых с сопутствующими наблюдениями за природными явлениями или сельхозработами. Так было, в общем-то, и у евреев тех же. Когда они были целиком земледельцами и заселили свою землю, там все праздники у них, праздник первого снопа, праздник того, праздник Тубишват, праздник десяти растений, у них тоже календарь собирания плодов или урожая, он органично входил в Божий календарь и праздники связывались с этим. Так что здесь нет ничего грешного языческого здесь, ну, можно при желании высматривать здесь язычество, но я не думаю, что это нужно. Это народная культура, традиция, которая возникла при наложении христианского календаря, месяц и слова, на привычный земледельский труд наших предков. Как-то так вот, получается. А вот у Ольги муж считает, что мужчины в ответе перед Богом, а женщины только через мужей. И еще муж говорит, что он мой духовник, хотя даже не священнослужитель, и правильно ли это? Ну, смотрите, конечно, для феминистического уха это все просто невыносимо, но если мы обратимся к аналам, то изначально позови мне мужа твоего, это вопрос Иисуса Христа к самарянке. Она говорит, нет мужа, она ей говорит, да, пять человек жили с тобой, они тебе не мужья, и сейчас ты еще там, дядька там есть у тебя, там живешь с ним, он тебе тоже не муж. То есть такая история, позови мне мужа своего, это вопрос Господа к женщине. Вот если бы в раю, когда катастрофа еще не совершилась, когда змей разговаривал с женой, если бы жена додумалась позвать мужа, там, Адам, Адам, иди сюда, здесь змея разговаривает, и то вдвоем бы они не согрешили. У них бы хватило как бы ума, куда ты лезешь вообще, нам Бог сказал не трогать этого, что ты вообще тут начинаешь. Или там, короче, они бы как-то друг друга бы сдержали, или он бы просто запретил, или она бы там, разговаривая с ним, уже бы получила поддержку и не соблазнилась бы. А поскольку женщина была брошена как бы на сам живи, называется, у нее не хватило ума позвать мужа своего, как Христос в Самарянке говорит, позови мне мужа, то вот она как бы и набедокурила. А теперь как бы мы все расхлебываем. Мы уже давно простили нашу праматерь, но все равно корень проблемы остался тот же. Так что, в принципе, ваш муж ничего плохого не сказал. Позови мне мужа, это нормально. Для жены вообще-то как бы это снятие с головы всех проблем. Если у вас холодильник полный, в доме тепло, как бы, и, в общем-то, все есть, как бы, ваши руки занимаются домашним хозяйством, все остальное взял на себя муж, как бы. Ну, скажите Господу, что Господь славен и добр, и дивен в милости своей, как бы, и что вы живете той нормальной жизнью, которой должна жить, в общем-то, женщина. В чем еще надо-то? Надо обязательно ответственность на себя натянуть, значит, стать кем-то, типа там, партия наша рулевой, партия дай порулить, как бы. Я не думаю, что нормально, как бы, женщине, как бы, если и на месте не сидится, то ее ничем не успокоишь. Так что, в каком-то смысле, можно смело согласиться и не спорить с этим. Ну, не так все однозначно, безусловно, да, есть много примеров, когда женщина умнее, активнее, и, как бы, и более верующие женщины часто бывают, действительно, смышленнее бывают. Что уж тут говорить. Да бывает, что и в Библии мы читаем, там, коню Дебора, например, судья Израилев, значит, женщина была, может быть, смелее всех мужиков, которые жили в то время. Это всякое бывает. Конечно, есть нюансы, но в целом, зачем тут против этого бунтовать? Вот, насчет того, что он ваш духовник, вот здесь я бы сделал поправку некоторую серьезную, что вы тоже духовник для мужа. Например, он как-то руководит вами, вашей жизнью, а вы можете в каком-то смысле руководить им. например, вы говорите ему, там у тебя появились какие-то друзья на работе, там, ты стал задерживаться, мне не нравится это, я не хочу, чтобы ты проводил с ними какое-то лишнее время. И, в общем-то, муж должен прислушаться к словам жены. В этом смысле, жена, как совесть его, может выполнять функцию духовника. Ну и так же и муж, например, жене, там, если там она там умудряется, там, слишком много потратить денег, там, за короткое время, там, и там, что там, то муж, например, может сказать, там, сегодня не ходи никуда, успокойся, посиди дома. И, в общем-то, это нормальная семья, это нормально должно восприниматься, как бы, всяких фырканей, там, что, там, делаю, что хочу, что-то мне командуешь, как бы, потому что духовник, это именно тот, кто командует. Ну, или, мужу, что он ей скажет. А муж должен прислушиваться к жене, что она ему скажет. В этом смысле и жена, и муж друг для друга являются духовниками. То есть не только муж для жены, но и жена для мужа. Может быть, это как будто странно слушать, как бы, но это именно так. Потому что, в общем-то, надо делать не только то, что я хочу. Вот у меня есть там подружка, там, Дуся, подружка, там, Валя, там, и мы сегодня с ними погуляем, там, полазим по торговому центру, а потом сидим, попьем кофейку и потрандим немножко про женские секреты. Допустим, муж говорит, я бы не хотел, чтобы ты с ними встречалась. Ты не замечаешь это, но ты после общения с ними становишься хуже. Поэтому я не радуюсь, когда ты с ними идешь. Если ходишь, если можешь, то не ходи к ним. То есть это, это как бы даже странно слышать сегодняшним людям. Они настолько, как бы, ну что ли, охамели в своей гордости, как бы, в своем желании жить, как я хочу. Но это, как бы, вот такие модели такого поведения может быть вполне. Так что здесь муж может быть духовником для жены. Отцах и жена тоже может быть духовником для мужа. Потому что они вполне могут выполнять функцию совести друг для друга. Ну или муж, например, выполняет функцию ума для женщины, там, где она что-нибудь не понимает. Потому что умы у мужчин и женщин разные. Сердца разные и умы разные. Не в смысле, там, по весу мозга, там, или, там, по широте, там, камер сердечных, а они, они духовно разные. Умы и сердца у женщин разные. Поэтому они восполняют друг друга. Вот. Так что, что тут такого? Если муж хороший, то слушаться его приятно жене. Конечно, если муж домашний деспот, как бы там, или какой-нибудь самодур, то ясно, что женщина восстанет против этого самодурства и не будет слушаться его рано или поздно. Но хорошего начальника приятно слушать и хорошему мужу приятно подчиняться. Почему бы нет? Так что здесь это все в плане духовничества играет в в разные, в обеи стороны. То есть туда и сюда. Так, вот видите, то есть ряд вопросов с болезнями таких тяжелых. Есть знакомая девушка, молодая, незамужняя. Петр пишет, что у нее за последнее время от разных болезней умерли самые дорогие люди, остались лишь те, кто причиняет ей боль. Это ее оттолкнуло от Бога и церкви. Остались в окружении только те, кто безразличен или причинен. У нее постоянная апатия, психолог не мог помочь ей выбраться из депрессии, находится на грани отчаяния. Не могу найти нужные слова. Подбодрить или вернуть ее в храм. Что подсказать? Вообще, знаете, сдавленная вода поднимается вверх, а скорбящая душа свойственно обращаться к Богу вообще. Скорби гонят человека к Богу. Если скорби отвращают его от Бога, это уже такой, значит, другой случай, гораздо более тяжкий. Но есть таких, таких примеров, мне приходилось читать и слышать, и очевидцев встречать, когда на людей сваливаются непомерные по их к понятию испытаний, они ожесточаются, черствеют, обижаются. Обижаются именно на Господа. Во-первых, во-первых, конечно, в состоянии вот такого озлобленного одиночества человеку нужно, ну, нужно найти отдушину в молитве. Человеку нужно выплакать свои боли именно перед Господом. Потому что те, кто умер, они же не исчезли, они же не пропали никуда. Они есть. У Бога нет мертвых, у Бога все живы. Она может, они могут прийти к ней, они могут, так сказать, успокоить ее в каком-то моменте, наоборот, утешить или укрепить ее, сказать, что нам, допустим, здесь не хуже, чем там, как бы-то, перестань убиваться, а нас, живи своей жизнью. Короче, нужна молитва. В молитве нужно искать выхода и помощи в такой тяжелой ситуации. Поскольку речь идет о молодой и незамужней девушке, а письмо написано мужчиной, то, может быть, вы смотрите на нее, как на симпатичного вам человека, может быть, имеете какие-то мысли, нормальные, обычные, хорошие мысли, о том, чтобы взять ее как-то под крыло и с ней дальше идти по жизни. Может быть. Тогда это было бы тоже, может быть, выходом, потому что молодой и незамужней девушке, оставшейся одной на земле, надо тем более искать какой-то помощи и защиты. И со временем, когда боль стихнет, одиночество останется. Боль не будет все время в одной степени сложной, такой яростной болью. Она будет становиться, в смысле, тупой, такой соднящей, но не такой острой. А одиночество останется, поэтому спасение от одиночества для этой скорбящей молодой барышни, это будет, наверное, супружество, могло бы, наверное, утешить ее, как написано про Исаака, что он похоронил маму и в это время ему привезли невесту, значит, вернее, не Исаака, ну да, Исаакова. Значит, после смерти матери он утешился по, значит, по Саре, маме своей, супругой своей. То есть замужество было бы ближайшим лекарством, в перспективе, в перспективе, может быть, года-двух, это было бы самое, наверное, желаемое, удачное замужество, да, удачное замужество, когда женщина найдет себя и тот добрый человек, которого она полюбит, который полюбит ее, вот даст ей то тепло и заботу, которых она сейчас лишена, осталась одной. И потом эта рана как-то залечится временем, потому что надо хотя бы год прожить с этой болью. Потом, через год, это будет легче. И надо обратиться обратно к Богу с молитвой, может быть, даже и поспрашивать Его самого, зачем это и почему это, почему они ушли, а я осталась, и что это, наказание это или непонятная милость, и что это вообще такое, и как мне жить дальше, и где они сейчас, в раю ли они, души их во благих водворились или нет. упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, нужно это, это говорить о них, Господу. Так что здесь пусть время пройдет, ожесточение немножко сойдет, и исцелением для этой страдающей девушки будет крепкая вера, молитва за упокой своих ушедших родных, за мужество с хорошим человеком. Это выход из всех тупиков, из одиночества, из окружения тех людей, которые ее там сейчас, не знаю, детали почему-то раздражают. Ну, а что тут скажешь? Вы знаете, что когда человеку очень больно, то иногда не надо ничего говорить, потому что неправильно подобранное слово может только увеличить эту боль. Ну, нет, ничего глупее, чем сказать, например, мне очень жаль. Это просто как пощечину ударить человеку. Когда умер какой-то близкий человек, он говорит, мне жаль. Что значит мне жаль? Молчи лучше, не говорите дурацких слов, они здесь вообще неуместны. Кстати, почитайте опять-таки книгу Иова. Мы уже несколько раз сегодня вынуждены были к ней обращаться. Это грандиозная вообще книга, просто грандиозная. Даже если нет никакой беды, она просто может перевернуть тебя и душить, перевернуть, и с тебя половину пыли вытряхнуть сразу махом. И там как раз описывается то, как скорбит Иов, потерявший детей, имущество и тяжко заболевший, опозоренный, униженный, обедневший, лишенный всего, и столько кожи вокруг зубов моих, говорит, осталось мне. То есть, и все. И не могу проглотить слюну мою. Все. Значит, сидит на гноище. И приходят к нему друзья, богословы, и начинают ему там всякие речи толкать. И речи, в принципе, умные, но они вообще как бы не в тему. Они добавляют и у страданий. Так что, хотя бы даже из этой книги мы видим, что отнюдь не нужно стремиться что-то сказать скорбящему человеку. Если ваше сердце чувствует боль скорбящего человека, то вы уже разделяете ее. То есть, как бы боль, разделенная надвое, она, конечно, надвое уменьшается. Поэтому, если кто-то сострадает кому-то, кому-то плохо, а тебе тоже больно, то ты в воленс-ноленс забираешь у него часть боли. Если вы любите этого человека, ну, всяким образом любви, или как девушку, или просто человеку жалко ее, сострадаете ей, то чем сильнее ваша боль, тем меньше ее. Если у вас есть вера, то приложите молитву к молитве и усердно просите Господа, чтобы он утешил ее и помог ее душе залечиться от этих ран. Говорить здесь не надо много. Но нужно поддержать контакт. Потому что человеку в одиночестве закисать очень... очень нехорошо. Даже в период законного траура нужно на каком-то этапе, скажем, через 2-3 недели выходить из одиночества и общаться с людьми, ибо в противном случае это угрожает человеку непоправимыми изменениями. Души, психики, значит, надо выйти к людям. Пусть в трауре, но выйти к людям. Хотя бы сказать здравствуйте, здравствуйте. Не вступать ни с кем в разговоры, просто увидеть, как там дети на площадке играются, как там мама с колясками ходит, как там, не знаю, автобус ездит. Просто выйти на люди. Надо обязательно выходить. Так что, дорогой Петр, у вас остается молитва и сострадание к этой девушке. А в будущем ее, мне кажется, в данном случае только удачный брак смог бы быть такой светлой полосой ее жизни, который бы залечил бы все эти раны сердца и дал бы ей какую-то радостную перспективу. Надеюсь, что так. Да. Ну, там. Так, Екатерина пишет, зачем на землю пришел Иисус Христос? Везде общие фразы. Принял грех мира на себя, освободил от грехов, спас от смерти и т.п. Как самой понять это и детям объяснить? Что поменялось в жизни людей с его приходом? Что бы, если бы он не пришел? Поменялось все, когда он пришел. Все. Мужчина и женщина равны? Да. Это он сделал. Ну, условно говоря, пенсии бы не было даже элементарной, банальной. Потому что нигде в древнем мире никто никогда не кормил стариков из бюджета. твоя мама, ты ее и кормил. Какая пенсия еще? Кто там будет разоряться? Это жалость к старикам, сострадание, да сострадание к животному элементарному. Это тоже, это любое проявление милосердия, это все от Христа. Чем бы было человечество без Христа? Посмотрите, только без детей. Фильм Мэла Гибсона «Апокалипта». Ну, это фильм, в котором нет ничего связанного с библейским апокалипсисом. Это просто он описывает кинематографическим языком жизнь некоторых туземцев, племен того, что мы сейчас называем Латинской Америкой. Это вот Амезоамерика, там где жили разные инки, ацтеки там в древние времена. Ну, до Колумбова, до Колумбовой Америки. И он просто там показывает, как они жили и что это было. Вот посмотрите, что такое жизнь без Христа. Что такое мир? То есть, естественно, развивающийся мир без Христа. Что это такое? Там будет своя религия. Посмотрите, какая это религия? Там будут свои жертвы. Гляньте на какие это жертвы. Там будет своя мораль, там свои законы, свои порядки. Вот гляньте, какие это порядки. Гибсон специально снимает кино, называет его христианским именем Апокалипсис, но показывает там вообще жизнь людей, которые вообще Христа не слышали, не знали вообще. Христа нет для них, они ничего не знают о нем. Вот гляньте, как они живут. Если вы человек уже взрослый и умный, как бы опять-таки без детей, потому что это надо только... Вы посмотрите вообще, как вообще живут люди, которые Христа не знают. Что вообще бывает в человечестве, когда люди Христа забывают? Вот. В 1900 году, прямо в конце 19-го, начале 19-го века умер Фридрих Ницше, сказавший такую жуткую сакраментальную фразу, которая вполне соответствует состоянию ума и сердца среднего европейца. Тогдашнего, сегодня уж тем более. Бог умер, мы убили его. Ницше не радовался, не приплясывал, когда это произносил. Он трагически выкрикнул эти слова, описывая людям состояние души нас сегодня, тогдашних. Ну и потом дальше то же самое продолжилось. Вот тогда и возникло все. Все возникло тогда, после крика Ницше. Концентрационные лагеря, и ядерные бомбардировки, и все будущие кошмары, они все рождаются тогда, когда у людей, в душе не остается места для Бога, Христосом не нужен. Поэтому что было бы без Него, а вы еще увидите, потому что Христос как раз не нужен людям, и по мере того, Христос людям не нужен, люди сатанеют и сатанеют. И нам очень легко узнать, что такое человек с Христом, что такое вообще без Христа. Это вообще легче легкого узнать. Например, что такое наша Родина с Христом, что такое наша Родина без Христа? Ну, а просто сравнить, например, судебную практику надореволюционной России, например, и НКВД-диски, и тройки через пару десятков лет. Что такое, например, народное хозяйство, обычное крестьянское хозяйство, что такое, например, стройки века гулаговские, когда там в бетон трупы кидали, не считая. Это просто люди с Христом, люди без Христа. Это совершенно разные люди. Вы должны это понять сами. Ну, а уж как это вы детям расскажете? Там любовь подыщет слова. Это материнское сердце, пусть само подыщет слова. Кроме того, слушайте, человек, каждый человек, ну, например, я, или вы, или мои друзья, или ваши дети, рано или поздно он должен в молитве и в практике духовной своей жизни пережить много таких состояний, при которых ты, например, чувствуешь себя погибающим, а потом благодаря милости Христу, и любви Христа и любви Христа воскресающим, оживающим к жизни. Когда ты чувствуешь себя, например, там, грязным с ног до головы внутри себя, а потом при помощи слова Христова и его благодати очистившимся. То есть вы должны приводить личный опыт, чтобы вы любили Христа не просто, что вам сказали, он забрал грехи мира. Это всегда какая-то сухая информация. Что он забрал, там, у кого забрал, непонятно. Но те, кто любят Христа, те, кто полюбил его, они чувствуют это, что да, вот мои грехи, вот он забрал их. Вот я согрешил, вот он простил меня, они это чувствуют. Это, может быть, не так легко, это рождает целую очень такую сложную жизнь подвижническую, но тем не менее, когда вы читаете Евангелие, у вас не возникает любви к Иисусу Христу, потому что мы должны любить Его. Если мы просто верим, что Он есть, и Он забрал грех, как бы, то да, здесь надо согласиться, это очень такая сухая и какая-то почти безжизненная информация. Но когда человек полюбил Иисуса Христа, а полюбить Его можно только по дару Христову, по благодати, и это все через молитву приходит в жизнь, через богослужение. Иногда здесь многие скорби, многими скорбями нужно войти в Царство Небесное, скорби помогают человеку узнать истину. Да, в общем, здесь требуется духовный некий труд. А вот все эти объяснения в детстве, они, знаете, на них надеяться надо так осторожно, потому что маленькому ребенку непонятно ничего, он пока что в раю живет. Пока у него есть любящая мама, там, и все хорошо, как бы, ребенок в раю, еще грехопадение для него не совершилось. Поэтому что вы будете объяснять, что от дьявола пришел избавить Иисус Христос? Это все, как бы, надо, конечно, это тоже объяснять, но это как-то работает не всегда и не везде. Поэтому с детьми по-другому. Вот, например, когда ребенок отпечатлевается в сознании, там, образ молящейся матери, мать молится за ребенка, и он видит это. Ну, вообще, мать молится. Это работает. Когда материнское благословение, крестное знамение, имя Господа на устах, ну, не по шаблону, а от любви. Ребенку это считает все, он, как бы, это все душа его считает. А поскольку ребенок будет расти, а мир будет все более, как бы, для него, там, для ребенка жестоким, как бы, странным, каким-то угрожающим, то как раз он будет спрашивать, а что такое, в чем дело? Да дело все в том, что свет пришел в мир. Свет пришел в мир, как сказано, но люди полюбили тьму более, нежели свет. Ибо дела их были злые. Люди прячутся от этого света. Свет – это Христос. Люди прячутся от него, желают жить во тьме, как летучие мыши. Любят грех, любят зло. А Христос принес в мир всю благодать, которую можно взять у него. Он все дал нам. Но люди не любят этого. Поэтому мир продолжает быть жестоким, потому что не хочет человек обратиться к Богу полностью. Это драматическое знание. Это вообще только откровение целое, как бы. Но это все потом надо будет ребенку рассказывать. И не нужно рисовать перед ребенком радужных картинок, такую жизнь. А вот такой добренький Иисусик, там все прекрасно, там, вот, Ной в ковчеге, там, вот, Давид с арфой. И все будет хорошо, как бы. Нет, потому что это все разрушится. Жизнь разрушит все. Жизнь покажет тебе какие-то страшные картинки всякие, ребенок скажет, что такое? О, грех живет в человеке. И грех никак не выгонишь из человека, кроме как благодатью Иисуса Христа. Вот это уже, да, серьезные слова. Самый главный враг человеческий – это грех. Грех. Не голод, не, там, не ковид-19, грех. Все отсюда, отсюда рождается все. Самый главный деспот мира человеческого. Но люди некоторые любят грех, и таких людей еще много. А как от него избавиться? Чем его себя? Мылом смыть? Не смывается? Чем там дустом выдущий? Нет. Иисус Христос пришел в мир разрушить дела дьявола. И вот это уже будет познание Христа, когда ты хочешь побороться с грехом, с самим собой, с своим грехом при помощи Господа Иисуса. Можно это детям рассказывать? Не, ну пока что рано еще, пока что ограничьтесь какими-то такими простыми словами, там, детской Библии, там, чем-то еще. Но вы, как взрослый человек, должны именно изнутри понять эту всю проблематику жизни человеческой. Страшнее всего страшного, страшнее ада и смерти, грех. Это он рождает и ад, и смерть. И все это пришел уничтожить безгрешный Иисус. Надо полюбить его. Это же задача, на самом деле, полюбить Иисуса Христа. В котором мы находим избавление конкретно от моих грехов, конкретно от моей смерти. Проблема моей смерти решается только Иисусом. Вот я умру и боюсь этого. А чтобы не бояться, должен полюбить Иисуса. И в смерти своей уйти к нему, зашагнуть за порог без страха. Это моя задача и ваша задача, если хотите. Здесь просто фразами отделываться нечего. И в этом смысле я с вами согласен. Когда повторяю какие-то общие слова. А без него уже был ад на земле. И еще неизвестно, что будет. Именно из-за того, что люди не принимают Господа и не служат Ему. Жутко жить среди безбожников. Жутко, потому что это дьявол и воплоти. Что тут объяснять-то еще? Тут даже объяснять мне, что-то все видно прямо в окно с улицы. У многих знакомых видела на икону Богом Родице над входной дверью. Говорят, для защиты. Как к этому относиться? Хорошо к этому относиться. Над дверями, надвратный образ. Над вратами, так сказать, над дверями. Только хорошо вышел, Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария Господь, чтобы помолил. Благословен, это в женах. И благословен, плод чрева твоего, спас, родилась в душ наших. Аминь. Всякие входящие посчитают молитву, всякие выходящие посчитают молитву. И тогда это будет по-настоящему хорошо. Если просто висит, никто не молится. Это хорошо, но мало. Время наше вышло, дорогие друзья. Сегодня были очень серьезные вопросы, болезненные, касающиеся глубины нашей веры и страданий, и одиночества, и смерти, и страданий детей. В общем, ну что ж, ну такая наша жизнь. Бог да не оставит нас. И мы да не отвернемся от Бога. До свидания. До скорых встреч.